Икона Успения Пресвятой Богородицы у многих вызывает ряд вопросов. Например, что за младенец на руках у Христа? Почему ангел у ложа Богоматери достал меч? Кто вообще эти люди, окружающие Пречистую Деву? Сегодня мы найдем ответы на все вопросы. Ранние изображения были, как правило, лаконичными и малофигурными. Примерно к XIII веку сложилось окончательное сюжетное решение иконы. Правда, на Западе светские художники предлагали собственные варианты виденья Успения. В канонической иконописи они не прижились, но давайте взглянем на некоторые из них. Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаясь к каноническим образом, можно заметить, что каждая деталь имеет свой сакральный смысл. Так, изображение Богородицы на престоле славы означает ее возношение в небесные обители. Мы видим, что врата Небесного Иерусалима открыты и готовы принять Пречистую Деву. Овальный нимб и чины ангелов вокруг Спасителя символизируют Божию славу. Младенец в пеленах на руках у Христа – это душа Богородицы. На некоторых фресках можно обнаружить у младенца крылья. Люди вокруг Адра Богородицы – апостолы и плачущие иерусалимские женщины. На всех изображениях присутствуют Петр и Иоанн. Петр держит в руках кадильницу и окуривает ложе фимиамом. Иоанн же, склонившись над своей названной матерью, оплакивает ее. На некоторых иконах можно увидеть, что все свободное пространство сверху покрыто облаками, на которых находятся люди и ангелы. Иконописцы таким образом изобразили апостолов, которые не успели вовремя прийти в Иерусалим для прощания с Богородицей и были чудесным образом доставлены туда на облаках ангелами. Нередко на иконе изображаются святители Дионисий Ареопагит, Косма Маеумский и Иоанн Дамаскин. Именно они являются творцами богослужебных текстов праздника Успения. Сама Божия Матерь лежит на одре, покрытом тканью багряного цвета. Традиционно он символизирует власть. В данном случае этот цвет указывает на царское достоинство Пресвятой Девы, как владычицы и царицы небесной. Эту же роль играет и такая деталь, как пурпурные сандалии на ногах причистой, ведь данную обувь могли носить только императоры Византии. В Европе, где привыкли к иным атрибутам царской власти, Марию иногда изображали в венце и со скипетром. И, наконец, один из самых загадочных сюжетов. Ангел с мечом стоит возле иудейского священника по имени Афоний, попытавшегося опрокинуть гроб Богородицы во время шествия в Гефсиманию. По преданию, ангел отсек ему руки, а после того, как Афоний покаялся, Господь исцелил его. Такого рода образы получили широкое распространение в период иконоборчества. В целом, икона Успения олицетворяет победу над смертью. Нижняя ее часть погружена в атмосферу скорби о близком человеке, который закончил свой земной путь. При этом, верхняя часть иконы наполнена ликованием и радостью пребывания души в небесной обители.